Добрый день, дорогие друзья! С нами на связи член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Маркович Шлозберг. Добрый день, Лев Маркович! Добрый день, Олег! Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию. О чем говорит это решение Нобелевского комитета? Как это может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику России? Дмитрий Муратов стал третьим лаверятом премии мира. В России первым лаверятом был Андрей Дмитриевич Сахаров, лаверятом был Михаил Сергеевич Горбачев и вот Дмитрий Андреевич Муратов. Кстати, очень дружный с Михаилом Горбачевым и общающийся с ним постоянно. Но для меня это присуждение премии Муратову ближе в культурном отношении с присуждением премии Бориса Пастронаку и Иосифа Бродскому, потому что по существу это премия духовному сопротивлению российскому политическому режиму. Премии Пастронаку и Бродскому были премиями сопротивления советскому политическому режиму. И сейчас российский режим, режим власти Владимира Путина, по всем своим ключевым параметрам стремится к реинкарнации советской власти во всех ее самых худших проявлениях, при этом с использованием всех современных технических средств. Безусловно, присуждение премии мира российскому журналисту показывает, что в нашей стране фактически идет гражданская война. Это война против прав и свобод человека, это война против свободы слова, а со свободы слова начинаются все остальные свободы. Если уничтожить свободу слова, то других свобод не будет. Обратите внимание, если вспомнить все принципиальные политические действия Путина, после того, как он занял пост президента России, среди самых первых действий была борьба с неподконтрольными ему средствами массовой информации. Даже если эти СМИ не были в полной мере независимы, а СМИ, как правило, зависимы от учредителей, инвесторов, от влиятельных журналистов, работающих в этих СМИ, ведь на самом деле свобода слова и свобода массовой информации заключается в возможности для человека читать, слушать и видеть разные точки зрения, разные. Но очень редко, я не помню всю историю Нобелевской премии мира и не могу сказать, вот сегодняшнее присуждение премии двум журналистам является ли первым, возможно, не первым случаем, но абсолютно точно можно сказать, что если российскому журналисту присуждена премия мира, это означает то, что в нашей стране мира нет, и свободы слова нет, и свободы массовой информации нет. А потому что решение Норвежского Нобелевского комитета, ведь премия присуждается решением Норвежского парламента, это особое решение, это всегда политическое решение. Премия мира – это всегда политическая премия. Именно поэтому вокруг Нобелевской премии мира постоянно ломаются копья. Ах, можно ли ее присуждать тому? А можно ли этому? А вот давайте вспомним, кому не присудили. Давайте пожалеем тех, кому не присудили. Нобелевский комитет мира отражает вектор важнейших политических событий в мире. Не просто в какой-то стране, а в мире. И атака на свободу слова, атака на журналистику идет во всем мире. При этом в свободных странах есть кому защищать журналистику, есть другие СМИ, есть суды. И эта благоприятная правовая среда и общественная среда помогают журналистам устоять. А в несвободных странах журналисты жертвуют жизнью. Шесть журналистов «Новой газеты» погибли. Об этом сказано в заявлении председателя Нобелевского комитета в комментарии к присуждению премии Дмитрию Муратову. Это говорит абсолютно точно о том, что Нобелевский комитет мира увидел чудовищное состояние свободы слова и свободы массовой информации в России. Да, выбрал средства массовой информации. Не просто Дмитрия Муратова как журналиста, но Дмитрия Муратова как главного редактора «Новой газеты». Одного из ведущих российских независимых медиа. И принял решение. Поэтому мы в очень тяжелом положении, наша страна. Я говорил только что с Дмитрием Муратовым буквально полтора часа назад. Я сказал ему, что вообще это премия со слезами на глазах, потому что вход в «Новую газету» — это мемориальная доска погибших журналистов. И в редакции «Новые» не стесняясь говорят о том, что список, к сожалению, может быть неисчерпыванным, не завершенным. И одновременно с этим это борьба за мир, за свободу, за права человека в нашей стране. Поэтому я поддерживаю это решение Нобелевского комитета. Я считаю его крайне востребованным. Можно сожалеть о том, что другие номинанты не получили премию. Но вот то, что в 2021 году журналисты из России и журналисты из Филиппин получают премии за личное мужество, это показывает, что свободе слова угрожают. И решение Нобелевского комитета показывает уровень угрозы свободы слова. В этом смысле это решение абсолютно своевременно. Оно для Дмитрия Муратова абсолютно заслужено. Я надеюсь, что оно поможет защитить журналистов в России и свободу слова в нашей стране. Лев Маркович, как-то может повлиять присуждение этой премии на дальнейшую внутреннюю политику Кремля? По реакции Дмитрия Пскова видно, что высказываться даже осторожно, негативно и осуждающе к Нобелевской премии мира, к Нобелевскому комитету власти России Путин и его пресс-секретарь не хотят, не готовы. То есть противостоять в этой части мировому общественному мнению, Нобелевский комитет, это часть мирового общественного мнения, они не хотят, и это сигнал. То есть власти России получили от Нобелевского комитета сигнал о том, что со свободой слова и свободой массовой информации в нашей стране неблагополучно. Мы сейчас не можем сказать, как будет воспринят этот сигнал, но по высказыванию Пскова можно предположить, что о каких-то вещах эти господа, возможно, задумываются. Вообще не нужно испытывать иллюзий никаких, вот просто никаких. Я уверен, что эта премия, безусловно, каким-то образом защитит и поддержит саму новую газету и Дмитрия Муратова, но с точки зрения институтов внутренней политики в нашей стране не изменится ничего. Просто власти России услышали, это абсолютно точно, что Нобелевский комитет обратил внимание на отсутствие свободы слова и свободы массовой информации в России. Пусть решают, пусть решают. Это уже их ответственность. Как-то это сможет повлиять на расследование убийства Анны Политковской. 15 лет прошло, но так и не найден заказчик этого преступления. Я думаю, что заказчик известен следствию. Я предположу, что заказчик известен Путину. И до сих пор, пока Путин находит во власти, заказчик убийства Анны Политковской не будет обнародован. Потому что, судя по всему, этот человек теснейшим образом связан с российской государственной властью, более того, входящий в систему этой государственной власти. Я предположу, что этот человек входит в круг ближайшего политического общения Путина, и сдать такого человека для Путина невозможно. Поэтому прошло 15 лет, и заказчик юридически не установлен. А политически всем все понятно. Да, здесь немножко затронули ближайшее окружение Путина. Есть мнение у политологов о том, что Путин не отдергивает силовиков. В частности, затронем тему по Саратову вокруг ситуации с Федеральной службой исполнения наказаний. И не отдергивает силовиков, потому что стал в некоторой степени от них зависим. Лев Маркович, как можно прокомментировать Саратовское дело и в целом вот этот тезис? Это два разных тезиса. Давайте сначала про Саратовское дело. Я уверен, что Саратовское дело – это крошечная верхушка айсберга. Крошечная верхушка айсберга. Во всей стране практически то же самое. Это система. Она не может быть в Саратове вот такой зверской, я не знаю, какими словами еще назвать. Это садисты. Это садисты. Это пытки, за которые они, в моем понимании, заслуживают максимального срока лишения свободы, который только может быть применен по этим статьям уголовного комиссия. А если еще учесть, что все жертвы их преступления находились в полной зависимости, то есть там все отягчающие обстоятельства с особой жестокостью в группе по предварительному сговору с целью причинить невыносимые страдания заведомо зависимым лицам. Там, ну вот извините, я не специалист в области уголовного права, но от 15 до 20 лет я вижу просто по первой оценке. И на мой взгляд, тут сложно сказать, насколько сдержана реакция системы, ведь информация пришла от тех средств массовой информации, которые не жалуются российскими властями. Тем не менее, из того, что я читал, я заметил, что возбуждено 5 уголовных дел. Садисты отстранены от исполнения обязанностей, уволены по компрометирующим обстоятельствам и таким образом отданы следствию для проведения соответствующих действий. На мой взгляд, уровень реакции на саратовское дело будет определяться готовностью, либо неготовностью российских властей провести тотальную проверку всей федеральной службы исполнения наказания. Я считаю, что политической воли для такой тотальной проверки не будет. Могу сказать, что в Псковской области, будучи депутатом областного собрания, я несколько раз получал через адвокатов, через членов семьи обращение заключенных, в частности, в Псковском СИЗО-1, печально известном, и в некоторых тюрьмах, находящихся на территории Псковской области, о бесчеловечном обращении. Были известны конкретные имена, конкретные обстоятельства. Мы никогда не публиковали эти запросы и ответы на них, потому что там сплошные персональные данные людей, и в том числе упоминания о тех пытках, которые к ним применялись. Там были пытки холодом, то есть люди находились в камере с выбитыми, выставленными окнами в зимнее время, то есть просто в холоде. Они замерзали, замерзали в полной мере. Ни уполномоченный по правам человек в Псковской области, ни сама ФСИН, ни прокуратура не установили нарушение. Но каждый раз такое обращение приводило к тому, что либо менялась мера пресечения. Допустим, людей из СИЗО переводили под домашний арест. Вот такая реакция. Или мы получали информацию о том, что камеры проверили спустя там сутки, после поступления жалобы выяснилось, что в камере тепло, есть стекла. То есть вот таким способом удается воздействовать на систему. И никто из нас не может сказать, были ли такие чудовищные пытки, допустим, на территории Псковской области, в тюрьмах или в СИЗО. Никто не знает, система абсолютно закрыта. Она варварская сама по себе. Она полностью закрыта от общественного контроля. Это гулаговская система, это пыточная система изначально. Посмотрите, что происходит с общественными наблюдательными комиссиями. Как трудно туда попасть независимым людям. Мы по Псковской области знаем, с каким величайшим трудом ВНК может попасть независимый человек, Готовый прийти к заключенному вместо ограничения свободы Или вместо временного содержания, или вместо лишения свободы Узнать правду этого человека, донести эту правду до общества При необходимости до адвокатов и помочь написать заявление О возбуждении уголовного дела Не пускают такого рода людей, практически не пускают В эту наблюдательную структуру. Это говорит о том, что система знает про себя, Что она пыточная система. Здесь нужна политическая воля, просто политическая воля. Что такое, извините за такое словосочетание, Нормальная тюрьма и нормальное лишение свободы Известно во всем мире. Это система абсолютного контроля за действиями сотрудников Всей системы исполнения наказаний. И совершенно очевидно, что такой системы в России нет. Поэтому я предполагаю, что вот эти садисты, Скорее всего, будут осуждены. На какие сроки, не могу сказать. Постараются максимально снизить уровень осужденных, Чтобы это были просто стрелочники. А будет ли эта система расследована в полной мере? Ведь там страшные вещи, пытки заказывались, И нужно было снимать на видео подтверждение сделанной работы. То есть это не спонтанное действие. Это не случайное озверение какой-то части сошедших с ума выродков. Это плановое задание, которое выполнялось, И об исполнении которого давался отчет. Все участники этих преступлений осознавали, Что совершают преступление. Все. У них у всех есть либо юридическое образование, Либо фактические юридические знания. То есть они не могли не отдавать себе отчет, Что совершают преступление со всеми отягчающими обстоятельствами. Должен был поступить приказ очень высокого уровня, Для того, чтобы эти ужасы совершались. Но кроме того, необходимо признать, Что в систему исполнения наказаний Приходят люди с глубоко садистскими наклонностями. Это преступники. То есть их психологический тип соответствует типу преступника. И систему никак этих людей не отсекает, Не тестирует, не выявляет у них эти склонности. Эти склонности проявляются в процессе вот этих пыток. Представим себе, что в систему исполнения наказаний Пришел на работу здоровый человек. Это просто психически и морально здоровый человек. Но если ему поступит такой приказ Об участии, о соучастии в таких пытках, Он либо откажется, Со всеми рисками для себя это понятно, Либо уволится из системы, Либо если это смелый человек, Он напишет заявление о готовящемся преступлении С целью защитить вот этих несчастных людей. Какое бы совершение, Какое бы преступление эти люди не совершали, Никто не имеет права, Никому не может быть проявлено такое зверское отношение, Никто не может быть подвергнут пыткам, Это запрещено всеми международными конвенциями, Запрещено российской конституцией. Поэтому мы увидели просто отражение того, Насколько развращена и разрушена система исполнения наказаний, Она является в полной мере садистской, И это проблема всей страны. Что касается силовиков и их влияния на Путина, Ну конечно Путин построил огромную многоярусную башню полицейского государства, Да, он находится на вершине этого государства, Но он при этом сидит на штыках. Что он может делать со штыками, на которых он сидит? Ничего, потому что его кресло держится на этих штыках. В этом смысле он зависим. Если сейчас предположить, Что Путин начинает существенную либерализацию государственной власти в России, Или хотя бы ограничение произвола, То значительная часть системы не воспримет это с поддержкой. Система будет считать, что он ослабел, Недостаточно жесток, Нарушает установленные обычаи и правила. Ведь вы должны понимать, Путин лично, ну все должны понимать, Путин лично приказы о пытках не отдает. Но я уверен, что Путин отдает себе отчет, Насколько криминальная система построена в стране. Просто криминальная система. Я могу только предположить, Что у Путина до сих пор, Хотя все стало очень плохо, В этом году все стало совсем плохо. Существует какая-то система, Уже шаткая, Уже неполноценная, Сдержит и противовес. Перелом произошел в прошлом году, С принятием новой конституции Путина. Уже не нужно это называть никакими поправками. Это 408 поправок, Это фактически новая конституция. Именно из нее проистекают Все те зверские законы, В том числе, Вот только что внесенный, Обсуждаемый закон о единой системе Публичной власти, Где, да, Губернаторам разрешается править пожизненно, Только у них один избиратель, Фамилия его Путин. И отправить их в отставку он может в любую минуту, Вне зависимости, Абсолютно вне зависимости от того, Что сделали, Либо не сделали эти люди. Без всяких объективных причин, Без юридического обоснования. Я не доверяю. Это показывает, Что нет никаких выборов, Нет никаких губернаторов. Называйте их как хотите, Главами регионов, Фантиками их называйте. Это люди, у которых нет собственной легитимности. Вся их легитимность держится на одном человеке. И вся система держится на одном человеке. Она очень неустойчива. Путин, Трудно называть Путин заложником этой системы. Я бы, честно скажу, Я бы не призвал к состраданию несчастному Владимиру Владимировичу. Надо же, бедняка, построить такую систему власти, Что шага в сторону не отойти. Один стопором, другой стопором. Вот сто молодцев стопором. Что хотел, то и построил. А вот действительно же это так, Лев Маркович, получается. Путин не наивный. Да, что хотел, то и построил. Но теперь просто живет с этим не только он один, А все мы еще 150 миллионов человек. Живет со всем этим. Риски колоссальные. И нужно говорить прямо. Когда Путин завершит полномочия президента, По любым основаниям. Уйдет в отставку. Извините, скончается. Бессмертных пока нет. Если только не изобрели таблетку бессмертия, И тщательно это скрывает, И кормит ее одного человека. Но пока что ничто не говорит о том, Что наука совершила такой прорыв. Ужасный на самом деле. Если была бы изобретена таблетка бессмертия, Это сломало бы все человечество. Если мы перестали быть смертными. Это сделало бы бессмысленной нашу жизнь. Могли бы никуда не торопиться. Тысячу лет, пожалуйста, я могу ничего не делать. Но это другая тема. Поэтому система ожесточается. Система становится импульсивной. В том смысле, что она планово реагирует на любое сопротивление. Она просто защищает себя. Власть защищает власть. Все. Никакого смысла у власти в России больше нет. И во главе этой пирамиды Путин. Ему там холодно, одиноко. Я думаю, что он много решений, Многие решения уже вообще не может принимать. Потому что это может войти в противоречие с системой. Но он загнал себя в эту ситуацию. А вываливаться из этой ситуации придется всем нам вместе. Еще с неизвестным грохотом. Грохот может быть на половину мира. Лев Маркович, на ваш взгляд, кто-либо остался доволен итогами выборов? Я абсолютно уверен, что администрация президента и сам Путин довольны итогами выборов. Что хотели получить, то или получили. Им же было важно, это сейчас очевидно совершенно, сохранить конституционное большинство единой России. Вот когда они боролись за него два созыва подряд, вот предшествующих созывов Государственной Думы, я думал над тем, каков смысл у этого именно конституционного большинства, более двух третей. Я пришел к выводу, что будут менять Конституцию, но каким-то радикальным образом. То есть, когда пошли поправки в Конституцию в 2020 году, я подумал, ну вот, дождались. То есть, это то ружье, которое выстрелит обязательно. Все остальные законы можно принимать 226 голосами. Ну, собрали 250, собрали 270. Что вы сходите с ума? Зачем вам две трети? Почему 300 с плюсом? А вот затем и нужно, чтобы принимать федеральные конституционные законы голосами одной партии и принимать поправки в Конституцию голосами одной партии. Вот для этого нужно. Поэтому то, с какой истеричностью, с каким масштабом нарушений, с этим трехдневным голосованием, с сейф-пакетами ночью, ночью, без охраны, без наблюдения, без видеофиксации, без ничего. Мы прошли самые беспредельные выборы в нашей стране. Самые. С прошлого года, мы, кажется, об этом обсуждали, об этом говорили уже с вами. Сголосование по Конституции. В нашей стране сломана вся избирательная система. Какая бы она ни была до 2020 года, уже с барьерами, со сложностями, с обременениями, с отягощениями, но это была система учета воли изъявления граждан. Это было минное поле, но в итоге, если честно исполнять эти драконовские законы, написать себе такую фантастическую ситуацию, честное исполнение российского избирательного законодательства в редакции до 2020 года. Можно было провести честные выборы, только все замучились бы эти выборы проводить. Но можно. А с 2020 года вся избирательная система России концептуально, по замыслу, является системой законодательного обеспечения, фальсификации голосования. Она теперь заточена под фальсификацию голосования. И в этом смысле власти создали для себя эту систему, воспользовались этой системой, получили Государственную Думу, где нет ни одного противника Владимира Путина, вот просто ни одного, биологически, все зачищено. Всех остановили, кого раньше, кого позже. Большинство вообще не допустили к выборам, чтобы даже не было каких-то угроз. Тех, кто прошел через выборы в поле, в первую очередь в Москве и немного в Петербурге, их уничтожили дистанционным электронным голосованием. То есть, когда они придумывали это дистанционно-электронное голосование, у них уже были замеры общественного мнения, и они понимали, так, однодневное голосование это вообще никуда не годится, потому что за однодневное голосование можно получить треть Думы оппозиционной. Так, добавим-ка три дня. Ну, за три дня-то мы справимся. Ну, окей, мы справимся. А вот, черт возьми, в Москве за три дня не справятся. В Петербурге, в округе, допустим, Бориса Вишневского, не справятся за три дня. Где-то в городах-миллионниках были явные угрозы. Что они делают? Они придумывают дистанционное электронное голосование. Страшный код в мешке, проверить невозможно, при этом тайна голосования не соблюдается, очевидно, потому что каждый голос избирателя может быть зафиксирован. И дальше начинается просто беспредел. Эти боты, которые голосуют, это переголосование, которое позволяет перенести голоса любой политической силе и абсолютная невозможность нормального, адекватного контроля за этим голосованием. Поэтому они сделали то, что хотели, получили то, что хотели, их полностью устраивают эти результаты. Не нужно испытывать иллюзии, считать, что вот птичку жалко, что там какие-то были крокодиловые слезы, надо же, получилось не очень чисто, получилось как-то грязно, получилось некрасиво. Их все устраивает. Резонанс, резонанс, возможно, им не понравился. Плевать им, плевать им на этот резонанс. Им плевать на любую реакцию гражданского общества. Вот они получили эти цифры, они верят в эти цифры. Они искренне считают, что они получили эти голоса и проценты везде честно. Они видят по этим цифрам, что никакого демократического массового движения в стране нет. Люди не поддерживают партии, исповедующие права и свободы человека. Это говорит о том, что вектор политики Путином избран правильный. И он идет дальше туда, куда и ведут его результаты этих выборов. Две главные политические силы страны – это коммунистическая партия 20 века и коммунистическая партия 21 века. Только без идеологии. Просто партия бюрократии, партия власти, партия корпоративного государства. И союз этих двух партий исчерпывает Государственную Думу. То есть про все остальные партии можно не упоминать. Никакую глобальную политическую роль не играет ЛДПР. Никакую глобальную политическую роль не играет Справедливая Россия. Это так называемые младшие партнеры. Ну и даже стыдно говорить про партию со словом «новые» в названии. Ну просто стыдно. Это неприлично. Все. Вот две партии – Единая Россия и КПРФ – определили вектор развития нашей страны минимум на пять лет вперед. А за счетом того, что на эту пятилетку приходятся выборы президента, они предупредили то, каким образом будет избираться и на какие общественные настроения будет ориентироваться Путин в новом политическом цикле. Он действительно считает, что все сделано честно. То есть вот этот масштаб тотальной фальсификации, до него не доходит эта информация. Я его не оправдываю. У него такой аппарат, что они могли ему эту информацию представлять в момент появления. Хоть распечатками на бумаге с большими буквами, хоть еще каким-то образом. Как это помягче сказать. Эти ребята разберутся с тем, как доносить информацию до Путина. Но эта информация сознательно не доходит. Во-первых, потому что он себя чувствовал хорошо. Его же радуют результаты. Смотрите, смотрите, какая прелесть. Владимир Владимирович, вы снова всех победили. Вы снова всех обыграли. Вы снова самый крутой. Ну все. Поэтому он пойдет дальше. Он будет усугублять эту политику. Он абсолютно уверен в том, что он получил полный карблаж на продолжение этой политики. Выборы – это тест. Так или иначе, около половины избирателей, кто реально, а кто приписками, но приняли участие в выборах. Это считается высоким уровнем голосования в нынешней России. Остальные считаются, поддержали власть. Там четко совершенно позиция. Те, кто не пришел на выборы, те согласны с политикой, и те поддерживают власть. Все отлично. Вот такая у нас с вами ситуация. Поэтому все у них, как им хочется. Лев Маркович, получается, что у нас политика в России, по крайней мере, до 2024 года, она просто уничтожена? Нет. Нет. Политика – это не только статус депутата, не только мандат депутата. Политика – это не только действие органов государственной власти и местного самоуправления. Политика – это общественное настроение. Мы сейчас находимся в очень интересной ситуации. Она интересна с точки зрения содержания работы. Сейчас для того, чтобы быть альтернативой власти, настоящей альтернативной, можно не быть депутатом никакого уровня. Потому что альтернатива сейчас заключается не в другой версии бюджета Российской Федерации или Псковской области. Альтернатива заключается в другой нравственной позиции, в другой морали, в другой оценке того, что происходит в стране. Воздействовать на эту систему государственной власти бесполезно. Вот я 10 лет, в перерывом на 10 месяцев, отработал депутатом Псковского областного собрания депутатов. Я внес десятки законодательных инициатив. А последние два года мы это делали вместе с Артуром Гайдеком, моим товарищем по партии, который вот сейчас выставляет яблоко Псковского областного собрания депутатов. Я написал свыше тысячи депутатских запросов, а даже где-то шестая часть из них примерно была полностью удовлетворена. То есть это были вещи полезные для тысячи тысяч людей. Еще треть запросов примерно были относительно удовлетворены. То есть не полностью, но частично. Какое-то движение вперед, что-то сделали, что-то защитили. Но с точки зрения системы это все было бесполезно, потому что если ты сидишь в парламенте, где их две трети и более двух третей, да, у тебя есть парламентская трибуна, у тебя есть статус, ты можешь направлять запросы, вносить законодательные инициативы. Но ты не можешь провести ни одно системное решение. Не добиться принятия ни одного закона, не добиться принятия какой-либо поправки. Ресурсов человеческих, интеллектуальных, моральных такая работа требует огромных. Вот могу просто поделиться своим опытом, это требует огромных внутренних затрат. И при том эти затраты не завершаются чувством удовлетворения. Важно, когда ты делаешь работу, важно быть удовлетворенным тем, что ты делаешь. А здесь ты заранее понимаешь, ты никогда не будешь удовлетворен. Ты можешь получить, как это пел из знаменитой прекрасной песни Добронравовой и Пахнутовой «Радости скупые телеграммы» в виде каких-то отдельных маленьких достижений. Но не более того. И сейчас суть альтернативы этому режиму – это нравственная и интеллектуальная альтернатива. Другой вопрос. Как в этих ситуациях заниматься выборами? Как защищать интересы людей, пытаясь стать частью хотя бы представительных властей? Я и сейчас считаю, я убежден в этом. Если бы мы смогли провести фракцию «Яблоко» в Государственную Думу, у нас появился бы хотя бы небольшой, хоть одна шестереночка, но вращающийся в сторону от этого пыточного государства, в другую сторону. Там бы искрил, я пытаюсь представить себе, 12-15 депутатов от «Яблока» в этой Госдуме. Они бы визжали на каждой сессии, просто визжали на каждой сессии только от одной озвученной позиции. Но это как раз и было бы ограничителем. Вот они сейчас будут принимать очередной закон, я не могу его назвать законом бешеного принтера, у них темпы бешеного принтера стали нормой. То есть это для них уже не сумасшествие, это не девиация, это для них уже норма. Девиация стала нормой. Ну, хорошо построят всех, включая выбранных губернаторов, в одной вертикали. Так они и так были в этой вертикали. Ничего не изменится, уже даже смотришь на это без всякого ужаса, без расстройства. Ну, изувечили страну, изувечили государство, все придется начинать сначала. То есть сейчас в каком-то смысле все становится очень просто. Когда произойдет смена власти, это будет отстройка российского государства, вот скажу вот такую совершенно фундаментальную вещь, от учредительного собрания. Это не просто январь 2018 года, когда, по сути дела, прервалась традиция закона избранных властей в России. Но с точки зрения миссии и задачи, которую должно было разрешить учредительное собрание в январе 2018 года, осознать, какое государство строит Россия после распада самодержавия, сейчас об этом вообще почти перестали говорить. Ведь на самом деле единственное, самое востребованное, извиняюсь, что я возвращаюсь на век назад, но вот мы так прожили этот век, что нужно возвращаться на век назад. После распада самодержавия, временное правительство должно было решить одну единственную важнейшую политическую задачу. Это избрание учредительного собрания и определение на этом огромном представительном собрании из тысяч, по сути, человек, каким должно быть российское государство. Что это будет? Республика, конституционная монархия, это будет унитарное государство. Можно целый ряд примеров привести, точнее не примеров, целый ряд вариантов развития событий. И ведь они, одна из самых фундаментальных ошибок временного правительства, в какой-то момент они забыли, что они временные. Что их задача была одна, обеспечить проведение законных, честных, легитимных выборов и передать вот эту эстафету. Они были шлюзом, переходным периодом. У них не было никакой реальной легитимности, это было чрезвычайное правительство. Нужно было провести выборы в учредительное собрание и уже после этого отстраивать российское государство. Они потянули время, они решили поруководить страной. Они в сентябре 2017 года до выборов в учредительное собрание объявили Россию республикой, будучи временным правительством. С какой стати? На каком основании? Кто делегировал им право определять государственный строй огромной страны, которая только что рассталась с многовековым укладом государственной власти? Это была фатальная ошибка. Обратите внимание, большевики боялись учредительного собрания. Когда они совершили переворот, они не отменили выбор. Они провели эти выборы, надеясь, что они на них победят. Что обладая фактической властью в России, они смогут победить на этих выборах и таким образом легитимировать захват власти. В этом была суть решения большевиков, не отменять выборы учредительного собрания. Они же знали, что они бандиты. Они же знали, что они просто захватили власть вооруженным путем. Это было вооруженное нападение на законную власть. Потому что временное правительство было в рамках своих полномочий законно. И когда они... Караул устал, да, знаменитый вот этот. И это тоже. Нет, погодите. Караул устал, это как раз учредительное собрание. Это не зимний дворец во время восстания, во время захвата власти большевиками. Это именно фраза, сказанная в ночь 17-го на 18-й, если я все верно помню, в январе в учредительном собрании, когда просто было объявлено, что оно разгоняется. Все ушли. И потом уже на следующий день депутатов, точнее избранных представителей, не пустили вообще в здание, в Таврический дворец, где проходило заседание в Петрограде. Поэтому вот при таком эксурсе могу сказать, вот сейчас все делается настолько чудовищно, настолько безобразно, что уже никакой косметический ремонт этой государственной машины невозможен. Он не нужен, он не имеет смысла. Эту машину нужно будет, вот всю систему российской государственности нужно будет отстраивать заново. Других вариантов уже нет. Огромная ошибка Бориса Николаевича Ельцина заключалась в том, что в начале 90-х годов он, на мой взгляд, вообще не понимая, что такое политическая реформа и в чем ее задача, он прошел мимо этой точки обязательного возврата. Примитивно говоря, в 91-92 году нужно было возвращаться в 2018 год, проводить мостик к последнему легитимному представительному органу государственной власти и задаваться вопросом, какова должна быть система российского государства. Вот когда в 93-м году, после всех очень кровавых событий, после реальной трагедии, настоящей трагедии, которая произошла в нашей стране в 93-м году, с расстрелом парламента, где были не только бандиты Макашова, Терехова и Рудского, там были люди, которые представляли другую политическую точку зрения. Это были не только Анпилов в том виде, что он из себя представлял. Были бандиты, их нужно было вытаскивать из всех нор, где они сидели, но война одной ветви власти против другой ветви власти была фатальной. И когда после этого собирается конституционное совещание по конституции 93-го года, это ведь, по сути, было псевдоучредительное собрание с одной важной оговоркой. Этих людей никто не выбирал. Их по разнарядке, по определенной пропорции назначили все регионы России. Я знаком и с кем-то уже был знаком, потому что люди ушли из жизни, с участниками этого конституционного совещания. Они себя ощущали очень значимыми людьми. Конституцию России, новую, Ельцинскую конституцию, писали люди, не обличенные никакой общественной легитимностью. И поэтому эта конституция и воспринималась как конституция насильственная. Вот я в 1993 году не голосовал за конституцию, потому что я понимал, что так нельзя принимать основной закон государства. Потом, по злой иронии судьбы и истории, мы эту конституцию до последнего защищали и продолжаем защищать ее вторую главу, права и свободы человека и гражданина, потому что это последнее, что нам осталось. Только общество в 1993 году не приняло эту конституцию как выстраданную, как часть общественного договора. Если вы сначала расстреливаете парламент, каким бы он ни был, а потом на руинах этого парламента пишите новую конституцию, не ждите, что общество примет эту конституцию как свою. Это невозможно, потому что эту конституцию писали не те, за кого голосовал народ. Вот не нужно испытывать иллюзии, не нужно думать, что такие результаты выборов их умиротворят. Когда крокодил решит, что он накушался, над кем-то он немножко поплакал, а после этого у него появилось время передохнуть. Никуда они ни в какой отпуск не уйдут, они будут двигаться дальше. И тут уже от нас зависит, сможем ли мы в такой ситуации формулировать моральную альтернативу, и сможем ли мы в такой ситуации продолжить участие в выборах, доказывая людям, что даже плохие выборы лучше восстания на улице. Вот вопрос, который стоит перед всеми нами. Лев Маркович, если позволите, вот уточняющий вопрос хотел задать по поводу общества. У многих политиков сформировалось мнение после этих выборов, опираясь на явку, которая была явно недостаточная, что общество просто умерло, либо оно раздавлено, либо оно деморализовано. И у многих политиков складывается ощущение, что не за кого бороться и не с кем бороться. Вопрос такой, что, Лев Маркович, что с обществом происходит, и есть ли за кого бороться, и есть ли с кем бороться за будущее? Олег, вы задаете вопрос риторически, на который можно ответить в двух вариантах. Я дам сначала первый вариант, а потом второй, притом они одинаковые по смыслу. Вариант первый состоит из одного слова, из двух букв. Да. Потому что вы все перечислили, я могу только сказать «да». А теперь могу объяснить. Высоцкого, которого я до сих пор люблю очень трепетно, есть роскошная, по сути, фронтовая песня о земле. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. И там роскошный совершенно текст, как большинство песен у Высоцкого написано на настоящем, глубоком и смысловом, и лексическом русском языке. Это одна из символических песен. Общество не умирает, как земля не умирает. Общество находится под давлением. Общество демотивировано. Общество деморализовано. Слушайте, 30 лет голосовать, и после каждого голосования получать власть хуже, чем предшествующую. Ну, извините, тут нужно быть очень упрямым для того, чтобы продолжать. Многие люди уходят в частную жизнь. Тысячи и тысячи людей уезжают, многие из них навсегда уезжают. Но люди не готовы жертвовать всей своей жизнью, десятками годами жизни, молодостью, зрелым властом, вообще своей судьбой. Для того, чтобы дождаться и добороться. Нужно понимать, что в любом нормальном обществе борцов несколько процентов. Как это? Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да, это все из того же. Но люди хотят нормальной жизни. Люди не участвуют в выборах, потому что выборы стали просто бесчестными. Я каждый раз на каждых выборах трачу огромные силы и время, объясняя людям. Люди, мы в большинстве. Мы в количественном большинстве. Те, кто недоволен властью России, большинство. Те, кто доволен, меньшинство. Придите на выборы. Придите на выборы все. Покажите, что мы есть, что мы силы, потому что выборы определяют вектор политики. Вот сейчас выяснилось, что за демократическую партию в России голосует 600 тысяч человек. На фоне 148 или сколько там, по избирателям 110 миллионам человек. Ну вот вам вектор политики. На президентских выборах, я объяснял, друзья, вопрос, конечно, хочется победить Путина. Но помните, что счет на выборах любых, и президентских, и парламентских, и губернаторских, это счет соотношения общественного мнения. Это результат избирателей. Не политики побеждают или проигрывают на выборах. Избиратели побеждают или проигрывают. Ведь любой протокол избирательной комиссии, это счет голосов граждан. Вот нас, сторонников свободы и демократии, столько. А сторонников возврата в советское будущее в сто раз больше. И что вы хотите дальше? В какую сторону пойдет власть? Вот в эту сторону и пойдет. Очень трудно стало объяснять людям, что нужно участвовать в мероприятии, в действии, результаты которого могут категорически не совпасть с тем, как ты решил, с тем, как ты проголосовал. Но нет альтернативы. Байкот не работает. Байкот работает в одном случае. Если есть порог явки, допустим, 50%. Да, тогда это механизм, которым можно пользоваться. Его нет. Пришел на выборы один человек, выборы состоялись. Почему не ты пришел? Почему не ты пришел? И вот когда люди говорят, я не участвовал, потому что это грязное дело, я не хочу мараться, нет никаких выборов. Так вот вам отсутствие политики. Вот вам отсутствие политиков. Вот сколько нам в этом году сотням людей, нескольким сотням людей отказали в самом праве баллотироваться. Я говорил всем, хотите отомстить за нас, приходите на выборы, голосуйте за яблоко, покажите, что вы поддерживаете наш политический вектор. Вот в Сковской области при отчаянной ситуации мы смогли переползти барьер. У нас тоже украли не меньше третий голосов. Я не сомневаюсь в этом. Эта система не может работать честно. Но если собрать хоть сколько-то людей, и эти люди чувствуют, что у них есть представители, они готовы консолидироваться, потому что это такое самоспасительное голосование. Это, по сути, такая вот операция спасения самих себя. Когда мы показываем, что мы есть, мы защищаем себя. Представительство в любом парламенте, от муниципального до федерального, защищает людей. Вот в небольшом регионе, с какой-то частью избирателей, мы так можем говорить, у нас получается. Масштабе всей страны не получилось, мне очень жалко. Я в каком-то смысле, я чувствую свою ответственность за то, что это не получилось. Но вот моих сил не хватило. Всего моих коллег по партии не хватило. Какой-то мудрости определенной. Где-то нам вообще не избирать, с избирателями. Где-то избирателям в оценке всего того, что происходит. Ах, Явлинский сказал, тот-то сказал все это. Все, не пойду больше на выборы. Ах, не буду голосовать за яблоко. Ну, каждый принимает решение сам. Только потом посмотрите на последствия. Если персонифицировать всю политику и относиться к политикам, как к любовникам. Люблю, не люблю. Ну, тогда крах всей политики. Не нужно нас любить. Уважайте себя. Свою свободу. Отличайте ценности от людей. Политика, она всегда персонифицирована. Но понимайте, что если вы не голосуете за свободу, то наступает несвобода. Если вы не голосуете за мир, то наступает война. Если вы не голосуете за свободу, наступает ГУЛАГ. Вот так устроена политика. У нас огромный объем работы впереди. Нужно постараться сделать все, что можно. Вот мы сейчас с вами говорим, я представляю людей, которые будут смотреть наше интервью. Я хочу сказать, не отчаивайтесь, не опускайте руки, не закрывайте глаза на то, что происходит в стране. Если люди, рядовые граждане миллионами, десятками миллионов выходят из политики, да, наша работа, политика в каком-то смысле становится бессмысленной, мы становимся безработными, потому что вся наша сила заключается в общественной поддержке, в избирателях. Но они поддерживают не нас лично, они себя поддерживают таким образом. Поэтому мы будем идти вперед. Сколько нас будет, я не знаю. Я просто не знаю. Не нужно задаваться вопросом, за сколько я пробегу тысячу метров. И бежать по дистанции с секундомером в руках. Как у меня там получилось? Я опережаю график или я отстаю от графика? Бежишь? Все, беги изо всех сил. Хочешь добежать до золотой олимпийской медали? Беги, не оглядывайся за спину, иначе ничего не получится. Вот вся наша работа сейчас в этом заключается. Спасибо огромное за слова воодушевления, в первую очередь, Лев Маркович. Их очень не хватает на самом деле сейчас в информационном поле. Я это чувствую. Спасибо, что с вами возможно об этом говорить. Спасибо большое. С нами был член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Маркович Шпулозберг. Спасибо большое, Лев Маркович. Спасибо, Олег. Спасибо всем, кто нас смотрит. Субтитры подогнали Симон.